Препроводить его превосходительство. Слово представляет его превосходительство Лид Аль-Муалем, заместителю премьер-министра и министру иностранных дел по беженцам и экспатриантам Сирийской Радской Республики. Пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok День от мира и страны, которая уже 4 года переживает ожесточенную войну. И я приветствую вас, приходя к вам из страны, которая окрашена кровью нашего народа, которая борется против терроризма, защищает своих сограждан от него, ожидая, когда же международная организация выполнит свои обязательства и выполнит свои резолюции, касающиеся борьбы с терроризмом. Резолюции, принятые Советом Безопасности по главе 7 Устава, по-прежнему остаются лишь на бумаге. Их упоминают только в пресс-релизах и заявлениях СМИ, в то время как на местах страны финансируют, спонсируют и поддерживают терроризм, раздувая экстремизм в регионе. Эти страны продолжают вооружать, обучать и направлять террористов в Сирию. При этом они с безразличием не озабочены осуществлением этих резолюций. Дамы и господа, я, наряду с народом Сирии, борющимся за свои права, до тех пор, пока могущественные государства-члены будут устрашать других государств, которые привержены международной правой, игнорируют тот факт, что эти государства нуждаются в решениях Совета Безопасности. Что Вы сделали для того, чтобы остановить эти государства от уголовных преступлений в отношении сирийского народа? Почему Вы по-прежнему молчите? Вы же видите, что эти страны распространяют свою экстремистскую идеологию, а теперь она достигла Европы. она же охватила Ближний Восток, и спящая группа террористов пробуждаются. Вновь убийства и теракты совершаются на Западе. И хотелось бы узнать, в чем повинны люди в Ваших странах, которые теперь вынуждены оплатить цену за Вашу поддержку терроризма со стороны Ваших политиков. Вы лучше других знаете. Это терроризм, это идеология, которая не знает границ. Вы знаете, что когда этот монстр выходит из своего логова, он отдельными странами не ограничен. Терроризм ИГИЛ, НУСР и другие террористические организации, связанные с Аркадем, убивают ни в чем не повинных людей, женщин, обстреливают минами гражданское население. Такого рода терроризм, это своего рода сила, уничтожающая историю и памятники цивилизаций, которые фигурируют в списке общемирового наследия. Примимым было уничтожение Альшамин Эльбель и убийство археологов. Почему же некоторые ваши правительства поддерживают страны, которые стремятся экспортировать собственный кризис за свои границы? Почему вы поддерживаете их, зная, что они ведут дело лишь к уничтожению? Как могут развитые страны, где происходят выборы, где правят парламенты, позволять странам, в которых изначально не было парламентов, и не признавать существование активной половины общества, которую представляют женщины? Как могут ваши страны соглашаться с идеями сексуального джихада, массовыми убийствами, отсечением рук, сжиганием, систематическим уничтожением памятников истории и культуры? Уважаемые дамы и господа, в свете вышесказанного я хотел бы сказать, что Сирия и дальше будет продолжать свою борьбу с терроризмом и на словах, и на деле. И сирийская армия имеет потенциал очистить страну от этих террористов. И, несмотря на все жертвы, несмотря за ту высокую цену, которую мы платили и платим по-прежнему, вместе со всем сирийским народом, чья жизнь и другие жертвы потребовались для безопасности экономики и выживания, я надеюсь, что вы сможете ответить на эти вопросы честно и справедливо. Обязанность международного сообщества остановить этот поток террористов, который пребывает в Сирию и сотни стран, согласно данным ООН, для того, чтобы создать так называемый халифат. Как вы знаете, это не ограничится только Сирией или Ираком. Лидеры халифата часто заявляют о том, что их цель распространить свою власть от Мекки на всю Европу для того, чтобы восстановить славу халифата согласно их собственной трактовке. Если вы не остановитесь и если не остановятся те государства-члены, которые поддерживают терроризм вместе с террористами, которых они направляют, то пламя, которое вспыхнуло в Сирии, в Ираке, в Ливии, будет распространяться и дальше. Господин председатель Сирии никогда не перестанет выступать за политический диалог на основе нашей веры, нашей стратегии, которая доказала свою верность, а именно борьба с терроризмом наша приоритетная задача для того, чтобы двигаться дальше и на других направлениях. Сирия не может выполнить никакие демократические и политические меры по проведению выборов, по Конституции и так далее, пока терроризм бушует у нас дома, угрожает ни в чем неповинным гражданским лицам, живущим в нашей стране. Как вы можете просить сирийский народ прийти на избирательные участки, когда люди не чувствуют безопасности, на улицах, в своих домах, когда они находятся под обстрелом ракет и мина, которые выпускают террористические группировки при поддержке прекрасно известных нам стран. Тем не менее, мы были и остаемся сторонниками политического диалога, согласно параметрам, которые всем известны, а именно сохранение национального суверенитета, единства территории, Сирии, нашего народа, сохранение государственных структур, их развития, совершенствование их деятельности, единственный способ добиться политического урегулирования посредством национального диалога под руководством самих сирийцев, без какого бы то ни было иностранного вмешательства. Исходя из вышесказанного, Сирия согласилась на участие в переговорах Женева-2, Москва-1 и 2. Я хотел бы здесь объявить о том, что Сирия соглашается участвовать в работе четырех комитетов-экспертов, где будет проведен так называемый мозговой штурм, согласно предложениям специального посланника Стафана Демистуры. Господин Демистура неоднократно подтверждал, что роль этих комитетов заключается главным образом в обмене идей, и что там будут проведены, не имеющие обязательной силы, предварительные консультации, чьи согласованные выводы могут быть использованы для начала переговоров Женева-3. И в свете этого некоторые полагали, что поддержка Сирии политического трека, невзирая на его форму, инициативы, названия, имеет, дескать, некую связь с тем, что они пытаются преподнести как слабо сирийской армии и сирийского народа на месте. Я же хочу сказать, что Сирия сильна, продолжает бороться с терроризмами, что сирийская армия и сирийский народ едины перед лицом угрозы терроризма. Никто не должен думать, кем бы он ни был, что после всех этих жертв, после всего того упорства, которое было продемонстрировано вот уже более четырех лет, удастся на основе политики добиться того, чего не удалось добиться на месте, и что удастся добиться за столом переговоров того, чего не удалось добиться на земле. Решение сирийского народа находится в руках самого сирийского народа, и никто не может отказать нашему народу в этом праве. Я хочу повторить, что решение сирийского народа находится исключительно в руках сирийского народа, и никто не может сирийский народ этого права лишить. Сирийская арабская армия удивила мир своей силой, своей верой и своим упорством. Господин председатель, важное приглашение его превосходительства президента Владимира Путина к учреждению Международной региональной коалиции для противодействия терроризму получило внимание правительство Сирии и его поддержку. С терроризмом нельзя бороться только с воздуха. Все операции, которые проводились ранее для борьбы с терроризмом, привели лишь к новому распространению его. Воздушные удары бессмысленны, если только они не проводятся в сотрудничестве с сирийской армией, единственными силами в Сирии, которые борются с терроризмом. Объявление о начале российских авиаударов в Сирии, которое поступило согласно просьбе правительства Сирии в координации с правительством, означает действенное участие в поддержке усилий Сирии в борьбе с терроризмом. Так называемая арабская весна стала весной только для Израиля и его тайных и явных союзников. Израиль продолжает нападать на Сирию, в то время как мир просто взирает на эту ситуацию. Израиль вооружает террористов, предоставляет им уход в своих больницах, помогает им разведывательной поддержкой, поддерживает их для того, чтобы они могли находиться между Израилем и сирийской армией на границе. Когда эти террористы ослаблены, Израиль напрямую вмешивается путем воздушных ударов, артобстрелов, точно так же, как и Турция по-прежнему, будь то в Алеппо или в Идлибе, чем занимается и Саудовская Аравия, и Катар, которые стремятся пролить кровь сирийцев, применяя различные инструменты для этого. Продолжение поддержки террористам, эскалация нападений на граждан в большинстве регионов городов Сирии привело к росту потребностей наших граждан в товарах, предметах повседневного спроса и услугах во многих районах. Негуманные санкции, введенные Европейским Союзом с Соединенными Штатами, только усугубили условия жизни сирийского гражданского населения. В то же время мое правительство сотрудничает с Организацией Объединенных Наций и ее гуманитарными учреждениями в рамках планов реагирования, которые были согласованы с сирийским правительством для удовлетворения основных потребностей наших граждан, в особенности тех, которые по причине террактов вынуждены были оставить свои дома. Многие из них вынуждены были искать убежища в соседних странах. Некоторые эти страны приняли их в лагерях для обучения владения оружием или в местах, которые очень напоминаются места заключения лишения свободы. Я хочу подчеркнуть, что сирийское государство гарантирует безопасное возвращение и достойную жизнь всем своим гражданам, которые готовы вернуться. В то же самое время Сирия продолжает прилагать все усилия для предоставления помощи по линии международных организаций всем сирийским гражданам без какой бы то ни было дискриминации, независимо от того, где они находятся. Господин председатель, Сирийская Арабская Республика подтверждает свою приверженность делу полного восстановления контроля над оккупированными сирийскими галанами в соответствии с границей по состоянию на 4 июня 1967 года. Мы также подчеркиваем свое отвержение всех действий Израиля, оккупирующей державы, для изменения природных, географических, демографических характеристик в явном нарушении соответствующих резолюций Совета Безопасности, в частности резолюции 497, 1981, 465, 1980 годов. Сирия также подтверждает, что палестинская проблема является центральной проблемой для сирийского народа, который поддерживает неотъемлемые законные права братского палестинского народа, в особенности право на возвращение и на самоопределение, на создание независимого государства на своей земле со столицей в Иерусалиме. Господин председатель, в конце 2013 года Сирия согласилась с инициативой президента Российской Федерации его превосходительства господина Владимира Путина и присоединилась к конвенции по запрещению химического оружия на основе необходимости учредить на Ближнем Востоке зону свободную от ядерного оружия и всех видов оружия массового уничтожения. Сирия хотела также доказать всему миру свою готовность выступить против любого применения химического оружия. Сирия выполнила свои обязательства, вытекающие из присоединения конвенции, и завершила выполнение своей ответственности, несмотря на сложившуюся сложную ситуацию. Если бы не было сотрудничества Сирии с совместной миссией ООН в ЗХВ, то не оказалось бы возможным завершить выполнение тех задач, которые были перед этой миссией поставлены. Господин председатель, Сирийская Арабская Республика хотела бы поблагодарить Исламскую Республику Иран за упорство, за победу в достижении исторического соглашения, которое позволяет реализовать чаяние братского народа Ирана, признает право Ирана на использование ядерной энергии в мирных целях, снимает санкции, которые были введены в отношения этой страны, а также снимается замораживание активов Ирана, открывается путь этой братской стране на международную арену. Эта договоренность показывает, что настоятельный, серьезный дипломатический подход в состоянии преодолеть все трудности и привести к мирным, справедливым урегулированиям трудных проблем. Сирия подчеркивает, что создание зоны свободной от всех видов оружия массы уничтожения на Ближнем Востоке недостижимо без присоединения Израиля к этому процессу, единственной ядерной державы в регионе, присоединения ко всем договорам, запрещающим такое оружие, без помещения его ядерных объектов под наблюдение Международного агентства по атомной энергии. И в то же самое время мы подчеркиваем право всех стран на приобретение и разработку ядерной технологии в мирных целях. Господин председатель, Сирия подчеркивает, что введение безнравственных односторонних принудительных экономических мер Соединенными Штатами и Европейским Союзом противоречит нормам международного права и принципам свободной торговли. На этой основе мы поздравляем Кубу с достижением договоренности с Соединенными Штатами, что снимает блокаду, которая была введена в отношении этой страны. Мы вновь обращаемся с призывом снять и остановить все односторонние принудительные меры, введенные в отношении Сирии и народов других стран, таких как КНДР, Венесуэла и Беларусь. Господин председатель, и, наконец, я хотел бы сказать всем тем, кто претендует на то, что им близка безопасность сирийского народа, хотел бы сказать следующее. Если вы хотите одержать верх над терроризмом, добиться реализации экономических и политических реформ, вы должны честно выполнять резолюции Совета безопасности, посвященные противодействию терроризму. Только тогда мы можем начать отсчет времени к концу войны в Сирии. Только тогда мы сможем открыть двери для реализации того, что было согласовано на политическом пути. Благодарю вас. Я благодарю заместителя премьер-министра, министра иностранных дел и по делам экспатриатов Сирийской Арабской Республики.